До какого-то времени я делил свою жизнь и жизнь своих друзей на две половины – до войны и после войны. Теперь я, во всяком случае, свою делю на две неравных по количеству лет части – 60 с гаком лет дома и 10 лет здесь, во Франции. Да и не только по годам неравные, почему-то гораздо более существенному. В минувшем октябре минуло ровно 10 лет с того дня, когда поезд «Лоза на Париж» въехал под стеклянные своды Леонского вокзала. Среди пассажиров находилась несколько взволнованная пара – я, прильнувший к окну, в десятый раз пересчитывающая чемоданы моя жена и мохнатая собачонка Джулька. На перроне нас встречала незнакомая приветливая дама, тут же отвезшая нас парижский пригород Фонтенеорос, к Синявским, где нас уже ждала отведенная нам комната. В углу небольшим англаном выселась гора прибывших уже по почте книг из Киева. Так началась наша парижская жизнь. Сначала у Синявских, потом в уютном домике крохотного городишки Марлот, затерявшемся среди королевских лесов Фонтенбло, и примерно через год небольшая квартира в самом центре Парижа на Рю-Ля-Бюйер. «Постепенно стали вживаться». Что это значит – вживаться? Когда через полтора года приехали сюда с сын, женой и девятилетним внуком, это были люди совсем другого мира, за границей никогда не бывавшие и ни слова не знавшие по французски. Теперь для 17-летнего Вадика французский – это его язык, сын Витя зарабатывает переводами с французского, Милка, его жена, преподает в двух Версальских лицеях, правда, русский язык. Ну а я, казалось бы, должен был бы врасти, распуститься пышным цветом, скорее, прекраснее всех остальных, включая жену в том числе. Оснований было много. До пяти лет прожил в Париже. Первые слова произнес на французском языке. Вернувшись в Киев и ухватившись за русский язык, долго еще по-парижски картавил. Забывая постепенно французский, Францию и все французское продолжал обожать. В батальных полотнах своих, на тетрадочных листочках, изображались победоносные французы и бегущие в панике немцы. Журнал, который мы издавали со школьными товарищами, назывался «Зуалв». А к какому-то из маминых дней рождения я преподнес ей портрет Наполеона III. Почему этого, а не его великого дяди, не ясно. Много волнений и сомнений вызвала у меня крымская компания прошлого века. Не знал, за кого болеть. Читая «Капитана Сорвиголова» Луи Бусонара, болел за него. А оказавшись потом на самом Малаховом кургане, гордился Нахимовым, Корниловым, солдатом-кошкой. И вот через полстолетия я оказался в том самом Париже, Париже моих любимых Мопассана, Марке, Утрилло, городе, который для меня стал праздником, который тоже всегда со мной. И вот тут-то я делаю паузу. Надо сосредоточиться. Больше 60 лет я прожил в России, на Украине, в Советском Союзе. Школа, правшкола, институт, театральная студия, театр. Киев, Владивосток, Киров, бывшая Вятка, Ростов-на-Дону. Оттуда пошел на войну. В 44-м вернулся с нее раненым, стал инвалидом Отечественной войны. Затем журналистом, газетчиком и, наконец, писателем. 30 лет со Сталинграда был членом Коммунистической партии. В 74-м году исключили. Без малого 30 лет состоял в Союзе писателей. Когда исключили, не знаю. Официально нигде не было объявлено. Узнали об этом, когда я уже был во Франции, мои друзья от знакомых секретарш. Советского гражданства лишен на пятый год моей эмиграции, в 79-м году. Сообщение об этом агентство Райтер прочитал в Токио, в японской газете Japan Times. И, как ни странно, не разрыдался. Сейчас я французский гражданин. В паспорте моем, кроме даты, места рождения и роста, метр семьдесят один, написано «Nationalité française» – национальность французская. Вот так-то на 73-м году жизни стал французом. Но стал ли я французом? Вот в чем вопрос. Вписался ли? Вжился ли? Окунулся ли с головой во французскую жизнь, быт, привычки, интересы? На это отвечу прямо. Парижанином стал с первого же дня, французом – нет. Пока, во всяком случае. Меня мало интересует все, что происходит в Бурбонском дворце, в французском парламенте. Ни одна из партий мне не близка. Даже иногда их путаю. Акции французского правительства, и не только при нынешнем Миттеране, но и при Жескаре, в основном, скорее, не одобряю. Тут я более-менее француз, большинство не одобряет. А вот все, что происходит по ту сторону Берлинской стены, интересует кровно. Может быть, только несгибаемость польского народа радует. А остальное – судьба Сахарова, Афганистан, пятый год уже, и все кровь, кровь, кровь. И все та же ложа, и фанфары, и треск барабанов, и осточертевшая партия народа едины во всех газетах, на всех стенах домов, на устах бесчисленных Марковых, Чаковских и Расул Гамзатовых. Все это бесит меня в далеком от всего этого, в разъеденном, своими заботами инфляции, прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, сидящим в кафе, я здесь. Душой же, сердцем, там, в московской кухне, среди, увы, редеющих рядов московских, киевских, ленинградских друзей, на симпатичной верандочке моего фронтового связного в Олеге, на далеком Алтае, на станции Бурла. И все-таки недавно показывали по телевидению торжественную церемонию Триумфальной Арки, которая происходит каждый год 11 ноября, в годовщину победы над Германией, в ту Первую мировую войну. А в этом году еще и 70-летие со дня победы на Марне. И вот, когда отгремела Мерсельеза, и президент республики, возложив венок на могилу неизвестного солдата, подошел к старенькому парижскому такси, одному из тех, что мобилизованы были в 14-м году для подброски подкреплений на Марну. И вокруг этого красненького Рено выстроилась пехота в голубых шинелях и красных кепи и шароварах тех лет. Я вспомнил свое детство. Точно такие же солдаты в голубых шинелях и красных кепи занимались шагистикой возле нашего парка Монсури, где я кормил уточек в пруду, а потом, конечно, бежал к солдатам, и они во время перекура брали нас на колени, кормили конфетами. И, вспоминая эти далекие-далекие дни своего детства, я понял, что где-то я все-таки немного француз. Говорит радио «Свобода». В передаче «Культура. Судьбы. Время» писатель Виктор Некрасов рассказывает о своей жизни во Франции в связи с недавно исполнившейся десятой годовщиной его вынужденной эмиграции из Советского Союза. Пожалуйста, продолжайте, Виктор Платонович. Итак, десять лет во Франции. Прекрасной, красивой, зажиточной стране. И не просто во Франции, а в Париже, лучшем городе мира. А я городов разных и тоже прекрасных за эти десять лет повидал немало. Не так уж и плохо, как будто. Работаю, пишу, разъезжаю по всему свету. От Аляски до Новой Зеландии, от Гавайских островов до Восточного Берлина. Читаю «Что хочу» от Солженицына и Гроссмана до родной правды. Ну, как не прочесть собственными глазами эти замечательные десять строчек про удовлетворение просьбы некой Аллилуевой С.И. о восстановлении ее гражданности. Хожу в кино на «Что хочу». Вот и сегодня собираюсь на американский фильм «Москва в Нью-Йорке», вероятно, антисоветский. А завтра пойду на советский. 25-летней давности летят журавли с молодыми Баталовым и Самойловой. Могу в течение одной минуты соединиться по телефону с Сингапуром, Таити, островом Святой Еленой и спросить. Ну, как у вас? У нас все дождь, дождь, черт знает что. А захотелось вдруг лососины или свежей клубники, и через пять минут уже на столе. Магазин в нашем же доме. Короче, не жизнь, а сказка. Для человека, приехавшего из Москвы, я не говорю уже о Ярославле или Рыбинске, виноват в Чербовске, то есть Андроповске и подавно. Сказка-то сказка, говорю я себе, но есть в ней, как и во всех сказках, и злые волшебники, и ведьмы, и соловьи-разбойники, и змей-горынычи. А есть и то, чего ни в русских Афанасьево, ни в шотландских или ирландских народных сказках нету. Монополии, профсоюзы, умирающие от голода эфиопские детишки, кожа до кости, вьетнамские беженцы на утлых своих джонках, ну и всякие хамейни, каддафи и прочие террористы. Что и говорится, с этими последними бедами мы, живущие в Париже, непосредственно не сталкиваемся. Мы знаем это из газет, смотрим по телевидению, но к другим, к менее страшным явлениям, привыкаем с трудом, а то и совсем не привыкаем. Я знаю людей, которые, прожившие достаточное количество лет в Париже, так и не полюбили, так и не вросли в него. Так, рано ушедший от нас, в прошлом году, Вадим Делане относился именно к ним. Спятившая, на мой взгляд, Светлана Аллилуева, через семнадцать лет соскучившаяся по детям, тоже ничего хорошего на Западе не увидела и двинулась домой. Двоих советских солдат, Игоря Рыкова и Олега Хланя, бежавших к афганцам и оказавшихся потом в Лондоне, просто охмурили за пол-литра и соответствующие товарищи уговорили, что дома их ждет и снисхождение, и семья, и работа. Вадим Делане был из другого теста. В Москву не собирался, но жить без нее не мог. Здесь все было ему чуждо. И распорядок жизни, и незадевающие его интересы, да и сами французы, оказавшиеся отнюдь не такими общительными, как нам казалось. Но это Вадим, слишком русский, несмотря на своего прапрадеда, коменданта Бастилии, убитого санкюлотами. Вадим, так и не ставший парижанином. Ну, а я, в Париже проведший свое детство и надеющийся из него отправиться к престолу Господню, врос ли, вжился ли в эту новую для меня жизнь. Если да, то чем я доволен, а чем нет. С детства нас учили, что капитализм плох, а социализм или сияющий всеми лучами коммунизм недалекого будущего хороши. Зрелый или развитый социализм я опознал сполна. В капитализм только врастают. Могу на собственном опыте сказать, что в обеих формациях жить можно. В первый, стиснув зубы, не высовываясь, не вступая в дискуссию с начальством, голосуй за что положено, осуждая что положено. А если хочешь хорошо жить, умно воруй. В другой системе, как нам всю жизнь доказывают загнивающие, свои пороки. Магазины, правда, набиты до отказа, были бы только деньги. Очереди только в кино. Думать и говорить можешь о чем угодно, и за участие в демонстрациях против решений правительства тебя никто не осудит, если ты не бьешь витрины, не поджигаешь машины. Одним словом, свобода. Но и она, к сожалению, имеет свои издержки. Я не говорю уже о терроризме, которого в тоталитарных странах практически нет. Но демократия устроена так, что Жорж Марше может с трибуны нести любую околесицу, и никто ему не заткнет рот. И компартии в буржуазных странах отнюдь не считаются пятой колонной, которой они фактически являются, а мир на себе существует, иногда входя даже в правительство. Есть и другие беды, в этом никак не сгнивающем до конца обществе. И безработица, правда, неплохо оплачиваемая, и инфляция, но меньше от этого почему-то не покупают, и проблема молодежи. Кончает парень университет, устроиться негде. Уезжать на остров Реюнион, учить негров, что-то не хочется, далеко. Плохо дело с наркотиками. Одним словом, есть о чем задуматься. И Миттеррану, и миссис Тэтчер, и Рейгану, несмотря на его триумфальную победу. Ну, а мне есть о чем задуматься? Есть. О чем же? Пиши о чем хочешь, континент, или грани, или время и мы всегда тебя напечатают. Да и французы, и немцы не раз тебя издавали. Все это так. Но пишу-то я на русском языке и для русских людей. А они-то, мои читатели, те, для кого, собственно, и пишу, далеко, за берлинской стеной. И читать меня в той стране, в которой прожил всю жизнь, преступление. Мой старый любимый друг, недавно побывавший в Париже, хотел повезти домой мою последнюю книжку. Жена скандал устроила. Ты что, с ума сошел? И не разрешила. Дома в свое время я привык к тиражам в сотни тысяч экземпляров. А здесь жалкие какие-нибудь две тысячи на русском языке, и тебя уже поздравляют с успехом. Соответственно, и гонорары. С них могут жить здесь только писатели ранга Жоржа Семенона или Анри Троя, отстукивающий на своих машинках по два романа в год. Вот это-то, для кого ты пишешь, кто тебя читает, пожалуй, единственная по-настоящему сложная проблема моей жизни здесь, сегодня. Вот и сейчас, рассказывая обо всем этом, пробиваясь сквозь глушилки, а многие ли меня услышат? А я тебя слышал, радостно сообщил мне приехавший москвич, в Переделкино, а другой в Ялте или где-то в Гаграх, и сразу становится легче на душе. Да, ты запретный плод, а мы знаем, как он сладок, утешает. Ну, а француз твой читатель или немец, что ты о нем скажешь? Нисходителен, скажу я. К величайшему моему изумлению в окопах Сталинграда переиздавались в Англии три раза, во Франции даже четыре. Оказывается, прошедшей войной все еще интересуются. Но вот последние вещи, написанные уже здесь, хотя и тепло, как говорится, встреченной критикой, но и бог уже, наши русские проблемы, а я из них не вылезаю, не так уж волнуют француза. У него и своих полно. бензин дорожает, сын серьгу в ухо воткнул, слава богу, еще петушиного гребешка на голове, как все хиппи не носит, а пятнадцатилетнюю дочку что-то все на кисленькое тянет. Не беременны ли уже? Ладно, пора закругляться. Подведем итог. Доволен ли прожитым десятилетиям на чужбине оторванные друзей? Отвечаю кратко, да, доволен. Считаешь, о партии правительства за заслуги мои наградила меня Парижем. И за это я им благодарен. А по друзьям тоскую и очень. Кое-кто из них появляется в Париже, ну, а те не выездные. Верю, что встречу еще. Где и когда не знаю, но верю.